Абхазия. Узбеки вынуждены жить на улице. Таджикистан. Кулябских футболистов допросили за намаз. Кыргызстан. Очередной президент обещает побороть коррупцию. Сотни находящихся на абхазко-российской границе узбекских мигрантов вынуждены жить на улице, не имея возможности вернуться домой. Медузбекистана и посольства в России игнорируют обращения граждан. Об этом сообщает Кун Уз со ссылкой на узбекских мигрантов в Абхазии. По словам Арината Юсупова из Сурхандари, в настоящее время в Абхазии находятся около 2000 граждан Узбекистана. Они приехали сюда работать из России. Когда из-за пандемии границы закрылись, граждане Узбекистана остались здесь и надеялись на снятие карантинных ограничений. Около трех недель назад власти Узбекистана пообещали вывезти своих граждан из Абхазии. Однако трудовые мигранты до сих пор находятся в чужой стране. Диппредставительство Узбекистана в России также никак не отреагировало на обращения. «Мы не хотим, чтобы правительство забирало нас бесплатно. У нас есть деньги на чартерный рейс. Все, что нам нужно сделать, это перейти из Абхазии в Россию», – возмущается бездействие власти Узбекистана трудовые мигранты. Гражданам Узбекистана необходимо попасть на территорию России, чтобы вернуться в Узбекистан. В настоящее время границу разрешено пересекать только гражданам России и Абхазии. Сотрудники отдела ГКНБ по городу Куляб допросили футболистов и тренеров местной футбольной команды Равшан после их коллективной молитвы в раздевалке стадиона города Гиссар, после чего заставили их сбрить бороды. Об этом пишет новостной портал Ахбор со ссылкой на болельщика Равшана. Они утверждают, что после допросов в ГКНБ футболистов также штрафовали на 4000 самони за чтение молитвы в общественном месте. Даже Фаридуна Рустамова, который находился на конференции АФК в Гиссаре, заставили приехать в Куляб на допрос. Футболистам за чтение молитвы в раздевалке и за ношение бороды сказали много резких слов и заставили сбрить свои бороды, сообщает портал. Напомним, что 18 октября на странице футбольного клуба Равшан, Куляб, в Фейсбуке была опубликована фотография коллективной молитвы футболиста в раздевалке стадиона Гиссар после победы в финале Кубка Таджикистана. Акт достойной хвалы и подражания. Молодцы! Пусть Аллах хранит вас всех под своим крылом. Такими эпитетами приветствовали таджикские пользователи это фото. На данный момент эта фотография удалена со страницы ФК Равшан. Исполняющий обязанности президента Кыргызстана Садыр Ажапаров заявил 21 октября, что объявляет экономическую амнистию и дает коррупционерам 30 дней, чтобы вернули все награбленное государству. Даю вам 30 дней. Я хочу, чтобы вы сами предоставили реальные сведения о имеющихся фактах. Все, что было нажито вами, я требую вернуть в государственную казну. Добровольно возместите каждую копейку, незаконно полученную от государства. Раскройте и представьте сведения о своих скрытых имуществах и капиталах. Садыр Жапаров начал свою политическую карьеру в 2005 году. В марте 2005 года он был избран депутатом Жогорку Кенеша, третьего созыва. Был сторонником свергнутого в 2010 году президента Бакиева. В произошедших вскоре после свержения Бакиева межэтнических столкновениях в Оше и Джалалабаде, Жапаров и его соратники принимали активное участие, по собственным утверждениям, пытались предотвратить столкновения, подтверждением их противников поддерживали киргизских националистов. На выборах в октябре 2010 года вновь избран депутатом Жогорку Кенеша по списку партии от Ажурт. Осенью 2012 года после попытки захвата Белого дома митингующими был обвинен вместе с Камчебеком Ташиевым по статье 295 УК КР «Насильственный захват власти» или «Насильственное удержание власти». В марте 2013 года Первомайский районный суд Бишкека признал их виновными и приговорил к одному году и шестим месяцам лишения свободы. Но в июне 2013 года Бишкекский городской суд оправдал и освободил их в зале суда. В 2013 году во время протестов против Кумтора в Караколе, областной центр Иссыкуля митингующие попытались захватить заложники губернатора области Эмилбека Каптагаева. Правительство обвинило в организации этого Садыра Жапарова и Кубанычбека Кадырова. Но Садыр Жапаров, отрицающий свою причастность, выехал из страны. В 2017 году при попытке вернуться в Кыргызстан был задержан на киргизско-казахской границе. По делу о захвате в заложники Эмилбека Каптагаева был приговорен к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Во время волны протестов, начавшихся 6 октября этого года и вызванных недовольством результатами парламентских выборов, наряду с бывшим президентом Атамбаевым и несколькими другими политиками был освобожден из СИЗО. Редакция Хабальхо обратилась к иргызскому журналисту Перезад Кыргызбаевой за комментарием о происходящем сегодня в Кыргызстане. Садыр Жапаров и его команда сейчас всячески пытаются оправдать ту надежду и доверие, которую ему оказали различные подконтрольные кланы и политические силы в Кыргызстане. А также он намерен сдать пост и пойти на президентские выборы в январе. В связи с этим наблюдается очень активная работа в борьбе с коррупцией в стране. Недавно он объявил амнистию коррупционерам и казнократам с целью пополнить обворованный бюджет страны. И на этом фоне были громкие аресты некоторых известных личностей. А что касается внешней политики, а именно в отношении России, то Садыр Жапаров обещал сохранить внешнюю политику. И недавно МИД Кыргызстана Руслан Казахпаев подчеркнул, что стратегические отношения не должны зависеть от какой-то политической ситуации в Кыргызстане, от проведения каких-то политических мероприятий в Кыргызстане или России. Они должны продолжаться всегда. И первый зарубежный визит ее президента и премьер-министра Кыргызской республики из-за дороги Апарова планируется именно в Москву. Поэтому говорить, что ситуация в стране что-то изменила во внешней политике, то это не так. Все остается по-прежнему. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова